В этом уроке мы с вами будем заниматься работой с материалами. Потому что очевидно, что если мы просто сейчас запустим дождь, то это будет весьма скучно. То есть, да, сама партикл-система будет работать, дождь будет падать, все будет хорошо. Но при этом у нас с вами наши поверхности, так скажем, не будут мокреть. При этом у нас с вами скайсфера будет такая же, как эта солнечная вся. Поэтому нам придется сейчас влезать в материалы данных от скайсферы и нашего лэндскейпа. Для начала нам с вами потребуется создать, соответственно, давайте папку материал создадим. И тут мы с вами давайте создадим материал параметр collection. mpc, ну, за его, например, global. Некие такие глобальные параметры. В принципе, я думаю, тут создам я только один параметр, характеризующий именно состояние дождя. То есть, rain, либо он будет 0, либо, соответственно, будет 1. Вопрос лишь в том, как вот этот параметр теперь мы с вами будем использовать. Давайте мы с вами откроем этот материал. Он находится на стартер-контенте, то есть в нашем проекте. Поэтому мы можем абсолютно спокойненько с ним работать. И мы должны с вами этот вот roughness пропустить через специальную функцию. Давайте мы с вами такую функцию создадим. Material function rain. Значит, нам тут нужен будет входной параметр, function input. У нас это скалярная величина, то есть какой-то там конкретный roughness начальный. Дальше, соответственно, нам нужно вытащить сюда параметр collection, collection параметр. Выбираем нашу коллекцию. Выбираем наш rain. И нам нужно вот из этого вычесть уровень дождя. То есть, чем ближе будет к нулю у нас roughness, тем поверхность будет такая более отражающая. То есть, будет создаваться такая иллюзия влажности. Тут нам нужно после всего этого еще отфильтровать. То есть, запустили, если у нас вдруг встанет отрицательное значение, чтобы оно у нас было не отрицательное значение сюда подалось, а чтобы оно подалось 0. Больше единицы, в принципе, тут не должно никак податься. Но, тем не менее, clamp мы с вами возьмем. Все это мы сами сделали. Теперь идем в нашу траву. И, соответственно, вот сюда нам нужно эту функцию вызвать. Тут нас видите единичка. Но ничего страшного. Мы единичку тоже можем подключить без проблем. Вот он roughness. Вот, собственно, result. Теперь, соответственно, давайте все это сохраним. Теперь мы можем посмотреть нашу поверхность. Сейчас у нас заново скомпилируются все шейдеры. Вот, и теперь открываем наш МПЦ Global. Ну, и давайте с вами будем наблюдать. Сейчас у нас дождь абсолютно нулевой, поэтому поверхность абсолютно сухая. Если у нас дождь становится равным единице, то у нас видим, как будто кругом какие-то лужи. То есть, все как бы отражает. Вот, то есть, ну, соответственно, чуть меньше дождя. Соответственно, вот у нас такое вот немножечко влажное. То есть, кстати говоря, мы с вами потом еще будем делать уже непосредственно саму погоду. У нас этот параметр будет меняться еще и плавно. То есть, не просто там 0,1 и все. А ты именно будет он еще переходить, но состояние в другое. То есть, дождь только начался. Набирается, набирается, набирается ваш дождь. Дождь идет, идет, идет. Дождь закончился. После этого происходит такое высыхание еще. То есть, мы с вами еще и вот так вот сделаем. Вот. В принципе, тут с этим пока что все. Но это было легко. Чуть более сложно у нас с вами будет с SkySphere. Проблема с SkySphere в том, что она находится у нас, скажем так, далеко не в нашей, не в наших, так сказать, контенте. Он находится непосредственно в движке. Соответственно, мне нужно всю эту тут систему перенести по-хорошему в мой проект. Но, поскольку мы с вами не будем, в принципе, наверное, трогать сам Blueprint с SkySphere, мы с вами также не будем трогать все эти текстуры, кривые. В принципе, я думаю, нам это не потребуется. Нам потребуется только материал. Причем здесь мы с вами видим, что есть просто материал, а есть, собственно, Material Instance, который, очевидно, у нас в качестве родителя вызывает этот вот первый материал. Собственно, вот этот вот. Поэтому, на самом-то деле, нам нужно взять вот этот вот материал. Давайте я его перенесу, так, только теперь надо его снова найти. Значит, я хочу его перенести в эту вот папочку. Так, получается, да, вот этот материал. И копирую его. Все, дальше я от него сразу же создам Material Instance. И именно вот этот вот Instance мне, на самом-то деле, нужно поставить вот здесь вот. То есть, сейчас у нас выбирается. Так. Что-то я не понял. Тут у нас, походу, какой-то что-ли другой. Что-то я не могу его найти. Вон находится Maps, ThirdPerson. Странно, кстати. А почему он сюда его ведет? Это у нас Material Instance. Вот этот у нас этот. Странно вообще, система, если честно. То есть, у нас Material Instance находится тут. Он ссылается на этот. Ну и, собственно, все. При этом, сам вот этот материал вообще непонятно, где находится. То есть, вот это и то ли я туплю прям очень сильно, да, то есть я не пищу. То есть, я нажму найти. Он мне открывает эту папку. Да, я вижу, тут он есть, как будто бы. Но, на самом-то деле, его тут и нет. Ну, просто потому, что у нас видим, да, ThirdPerson Maps и ThirdPerson Example Map. В общем, ну ладно. Не так это важно. Мы сейчас все равно с вами будем это менять. То есть, Material Instance мы с вами создали. Поэтому я его выбираю и пробую поставить. А, он еще не меняется. Прекрасно. Тогда это означает то, что у нас с вами вот этот материал настраивается в SkySphere. И, как бы я этого не хотел, но вы мне придется SkySphere туда тоже тащить. Потому что, раз у вас не меняется, это означает то, что у вас непосредственно в самом Blueprint устанавливается. Да, вот, кстати говоря, эта штука. Так, 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 да. SkyMaterial. SkyMaterial у нас не открытая переменная. То есть, мы с вами даже не можем как-то на нее повлиять. Ну, это, в принципе, логично. В общем, что я хочу сказать. Тогда нужно нам вот этот SkySphere, к сожалению, тоже скопировать к нам. Ну, в принципе, и сюда пока что. Вот тут я, наверное, создам папку Blueprints. И отсюда скопирую, перенесу уже вот сюда. Все, теперь здесь, соответственно, я тогда вот этот вот должен поставить вот этот Material Instance. Вот так вот. Вот. И после этого мне нужно еще и BP SkySphere. То есть, вот мне SkySphere надо убрать. Так, у нас 400, 400, 400. Давайте сами его сразу вытащим. Поставим тоже 0, 0, 0. 400, 400, 400. Вот этот вот SkySphere Blueprint мы с вами... Так, а, постойте. Так, все странно. SkySphere какой-то. А, Direction Lab, безусловно, указываем. Ну и, собственно, все вроде. Это уже, так понимаю, наш. Только в этом убедиться. Собственно, вот он наш. Давайте посмотрим, где он находится. Он находится, собственно, в нашей папке. Прекрасно. Все, сейчас мы с вами, получается, скопировали. Да, можно было все упростить и прямо в Engine Sky все это менять. Но это было, сами понимаете, ужасно. Потому что мы тогда бы влезли бы в движок. И это тогда другие проекты могли бы наши пострадать. Так никогда не делайте. Всегда копируйте к себе в папку. Теперь, соответственно, у нас есть вот этот вот элемент. Сейчас давайте я его в SkySphere. Вот у нас он тут указывается. Вот у нас этот наш материал. Это у нас Material Instance. Дальше, вот этот материал использует вот этот вот, да, который тоже находится в нашей папке. И открываем его. Тут, наконец, мы с вами можем уже заняться делом. Сейчас-то, в принципе, все идет на Emissive Color. Вот. И мы сейчас с вами с помощью вот этой вот ноды, видите, Multiply. Да и всякое. Ну, много чего делается. Нам это совершенно неинтересно. Главное, вот, выходная нода. Мы с вами видим, да, Multiply и умножается. Значит, если я поставлю, например, не 1.5, а 0.1, у нас, в принципе, тут даже уже видно, что все такое темное. Чувствуете, да, уже, в какое направление ветер дует? Соответственно, если, например, у нас с вами будет 5, у нас будет, наоборот, все сверх яркое. Да, видите, про такое яркое-яркое небо. То есть, нам все-таки по-хорошему. То есть, я хотел, в принципе, отделаться одним параметром, но я вижу, что вот этот вот темнота все-таки у нас будет регулироваться не от нуля до единицы. Как вот у нас с вами тут Rain. Давайте позакрываем тут пока что все лишнее. Нам сейчас это не нужно уже. Вот, где у нас тут PC Global. Вот, видите, только один параметр Rate. Он, собственно, у нас будет с вами меняться от нуля до единицы. А нам тут, получается, нужно какой-то другой масштаб. Так, ну хотя попробуем все-таки, наверное, делать с одним пока параметром. Значит, как это можно сделать? То есть, нам фактически сейчас нужно просто сделать умножение. Берем наш параметр Collection. MPC Global Rain. И дальше нам нужно умножить. Причем тут нужно наоборот. То есть, когда у нас с вами Rain единица, тут должно быть какое-то маленькое значение. Например, что-то близкое к нулю. Когда у нас, соответственно, Rain 0, значит, тут должно быть наоборот какое-то большое число. Поэтому я сразу же делаю инверсию через 1-. Также мне бы хотелось здесь еще его отклемпить. Почему? Потому что 0, мне кажется, будет не очень. Поэтому я все-таки поставлю минимальное возможное значение 0,1. Максимальное, ну, собственно, оставляем, наверное, единичку, получается. То есть, когда у нас будет тут x нулевой, да, то есть Rain будет нулевой. У нас с вами будет единица. Ну, хорошо, пусть будет единица. И вот теперь мы с вами подаем. Так, значит, смотрим давайте, что у нас там получается. Вот сейчас у нас получается дождя нету. У нас такое вот солнечное как бы небо. Значит, давайте с вами будем дождь увеличивать. И у нас мы с вами видим, да, идет вплоть до единички. Уже такое как бы темное небо. Возможно, стоит его сделать еще сильней. А, вот там у нас еще этот идет, Clamp. Давайте все-таки от Clamp. Пока без Clamp давайте напрямую соединим. А, не тогда получается у нас с вами отрицательное значение. Поэтому нет все-таки Clamp. Но, да, минимальное я сделаю не 0,1, а 0,01, например. Как-то вот так. То есть нужно максимально прям вот давить. Прям вообще темнота, темнота. Так. Значит, давайте сами вот тут у нас как бы дождь. То есть это единственное самое такое темное-темное небо. Потом мы с вами тут добавим еще облака. И будет, мне кажется, покрасивее. Ну, тучи именно такие мы с вами сделаем. Вот. Но это, соответственно, дождя у нас нет. В принципе, можно еще, например, попытаться как-то добавить, допустим, чтобы у вас было максимально не 1,5, к примеру. То есть какое-то изменение дополнительное сделать. Но я думаю, что в целом и так неплохо. Либо еще раз говорю, можно было бы сделать отдельный параметр. И потом отдельно его дополнительно регулировать вот материал-параметр коллекшн. То есть мы помним с вами, что все эти материалы, они материал-параметр коллекшн, они еще легко меняются через блупринты. Собственно, в этом-то их главное преимущество. Но попытаемся отделаться одним. Вообще, чем лучше параметров, тем, ну, тем, в самом-то деле, лучше, меньше путаницы возникает. Вот. Ну, в целом, вроде все, да. То есть мы сейчас с вами в данном уроке уже отредактировали материалы. Много важных вещей сделали. То есть теперь у нас с вами создается такая как бы влажная поверхность. Тут все затемняется во время дождя. Когда дождя нет, у нас поверхность сухая. И тут, соответственно, тоже небо у нас светлое. Вот. В принципе, пока что на этом все. Спасибо за внимание.